Власть в нашей стране уже много лет находится в руках одной коррумпированной группировки во главе с президентом Путиным. Они обманывают и держат в страхе россиян. Почти все СМИ в стране превратились в инструмент пропаганды. Они воруют деньги. Государственная машина коррумпирована сверху донизу. Они убивают людей. Силовики у нас превратились в достойных продолжателей дела НКВД. И самое страшное, они лишают будущего нашу страну. Я верю, что у моей страны есть иное лучшее будущее, чем то, что может ей предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы. Он хочет править до конца своей жизни и последовательно делает все, чтобы удержать свою власть. Нам нельзя принимать поправки в Конституцию, которые разработаны только для того, чтобы Путин правил Россией еще 16 лет. Путин правит уже дольше Брежнева. Я уверена, что его правление закончится. Бесчеловечная система управления страной канет в прошлое. А мы должны перевернуть эту позорную страницу истории. Я буду голосовать против. Сама Дарья Беседина с нами на прямой связи. Дарья, здравствуйте. Добрый вечер. Я читала сегодня, что вы внесли ко второму чтению, если я не ошибаюсь, свои поправки к тем поправка. Правильно? Это были не поправки в Конституцию, это были поправки в постановление Московской городской думы, которое говорит о том, что мы, как Московская городская дума, одобряем Конституцию. Я решила этот документ немножко подправить. Динаросы меня лишили голоса даже. Они не захотели, чтобы этот абсурд произвучал в зале заседания, потому что, очевидно, эти люди боятся абсурда. Я все-таки еще процитирую нашим зрителям, которые не читали этого и вдруг не знают об этом. Еще вы предложили такую поправку внести, что брак – это союз мужчины и женщины и Владимира Владимировича Путина. Или что Путин – повелитель всех зверей на земле и рыб в море. Ну и так далее. Какова была реакция вообще в зале? Я не знаю, смех был? Смех был на комиссии. То есть в зал эти поправки даже не попали. Они были введены в электронную систему, их не озвучили. Они запретили мне шутить. Дарья, скажите, а почему вообще нет в Москве, а вообще в России каких-то больших протестов по этому поводу? Я, честно вам скажу, я не знаю, потому что вообще вот протест именно вот такой массовый – это сочетание факторов. То есть должно какое-то большое количество факторов сойтись. Возможно, сейчас какого-то фактора не хватает, чтобы люди вышли на улицу массово. Но очевидно, что люди недовольны, потому что из букеты и та реакция в соцсетях, которая была и на поправки, и на то, как голосовала там позавчера Госдума, и реакция на стрим из Госдумы позавчерашней, и то, какая реакция произвела сегодняшнее шоу. То есть я вижу, что на самом деле люди понимают, что происходит, люди понимают, что происходит попрание существующего строя, и понятно, что люди этим возмущены. Потому что почему это не принимает форму пока массовых протестов, я не могу сказать, я не знаю. Продолжение следует...